Тренинский штаб Тренинский штаб Я не буду назвать его фамилию и имя, но он в другой форме. Грубая ошибка, которая повлияла, мое мнение. Я просто не люблю обсуждать судейство, но и после сегодняшней игры просто уже накипело. Потому что каждый работает как может, это понятно. А кто может работать лучше и работает плохо, это неправильно. Понимаете, такая игра напряженная, у всех и футболистов, и у тренеров нервы напряженные, плюс до этого довели судьи, я прямо скажу, судьи сегодня не справились с игрой. Это вот эту потасовку можно списать на них, я списываю на них, это их проблема, что сегодня случилось в концовке игры. Такие пенальти, которые сегодня ворота посадили Локомотива, я, знаете, это можно, когда есть такая программа, курьезы футбола, вот можно туда засунуть, я думаю, всем понравится. Судья решил по-своему, хотя Миранчук уже как бы выходил, ну, если внимательно посмотреть, может он заслужил. Желтой карточке вторую. Хотели поменять потом? На Шкулеевича. А? Хотели поменять? Нет, потому что там был стандарт, и Шкулеевич выходил как бы высокий игрок, который умеющий играть головой, потому что я так понял, что это был последний штраф нового, как бы последняя надежда Зинита забить победный гол. Поэтому Шкулеевича отпускали, так как он играет хорошо головой, и в итоге вместо этого добавили 4 минуты, мы играли 102 минуты. Ну, не знаю, это как в хоккее, в овертайме, да, вот до гола играют, как в НХЛ, вот это, видимо, тоже так, кто-то хотел до гола играть. Все-таки у всех у нас существует вопрос, это история с, так называемым, дофинговым контролем у Ростова. Как вы отступитесь к этому, это впервые устроили нашего футбола? Знаете, это в мои компетенции не входит, я это не могу, потому что, во-первых, это не касается нашей команды. Я за этим слежу, но так же, как и вы, как обычный человек, и не более того. Не более того. Продолжение следует...